Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас на нашей сегодняшней встрече. Тему встречи вы видите на экране, то есть мы сегодня будем разговаривать с вами об использовании блока казначейства на примерах 1С ERP и 1С управления холдингом. На экране вы видите наши контакты, то есть нашу электронную почту, телефоны, контакты в Телеграме и адрес нашего сайта. То есть приглашаем вас посетить эти ресурсы и, соответственно, если вам оказалось, допустим, неудобно время проведения нашей встречи или вы не успели досмотреть до конца, то через некоторое время мы выкладываем записи вебинаров на наших ресурсах и вы можете вернуться и пересмотреть в удобное для вас время или, может быть, повторно что-то вас заинтересует. То есть милости просим. Вести сегодняшний вебинар буду я, консультант-аналитика 1С Гардышева Галина. Мои контакты вы тоже видите на экране. И как будет строиться наш сегодняшний диалог. Мы будем, если можно так сказать, нормативную информацию просматривать по слайдам. То есть вот сейчас вы видите программу нашей сегодняшней встречи, нашего вебинара. Попутно я буду переключаться на демо-версии. То есть мы сегодня будем смотреть с вами демо-базу по ERP и демо-базу по управлению холдингом. То есть на слайдах мы будем с вами как бы фиксировать такие, может быть, более значимые точки, переходить на сами демо-версии и уже вживую, так сказать, ручками трогать и смотреть, что нам требуется сделать. То есть, допустим, какие-то настройки сделать или как можно использовать, как можно менять разное. Ну, например, интерфейс платежного календаря и так далее. Кроме этого, хочу обратить ваше внимание еще вот на какой момент. Возвращаясь снова к нашим контактам, вы можете задавать какие-либо вопросы, которые вас интересуют, любым удобным для вас способом. То есть можно по электронной почте, по телефону, через телеграм, можно через обращение на сайте. Мы будем очень рады оказаться вам полезными. И в случае, если вы нам пересылаете, например, по электронной почте ваш вопрос, то у нас будет больше времени на ответ, и ответ будет уже более предметный, то есть конкретно касательно вашей ситуации. А в целом мы занимаемся любыми видами работ, обслуживания, внедрения, продажи, семейства, программ 1С, любые конфигурации. Будем рады быть вам полезными. Итак, про что мы сегодня будем с вами разговаривать? У нас очень интересная сегодня тема – это блок казначейства. Он присутствует в нескольких конфигурациях. Мы сегодня поговорим про конфигурацию ERP и про конфигурацию управления холдингом. И в одной и в другой конфигурации эта подсистема есть. Ее можно использовать. Единственное, что у нее немножко разные функции, соответственно, немножко разное назначение, я неправильно сказала. И, соответственно, в связи с этим больше или меньше каких-либо настройок. Начнем мы с вами, ну, как бы вообще с того, что такое казначейство и для чего он используется. Блок казначейства – это, в общем-то, автоматизированное, ну, если можно так сказать, рабочее место. Это больше оперативное планирование. То есть этот блок позволяет планировать поступление денежных средств, выбытие денежных средств. Ну, естественно, контроль за переводами, контроль за назначением платежей. То есть позволяет автоматизировать отправку платежей, позволяет развести функции, например, когда одни какие-то конкретные работники только исполняют платежи, а другие работники, ну, например, аналитический отдел или группа по контролю ликвидности составляет план платежей, проверяет, чтобы не возникали функциональные разрывы, чтобы не возникали кассовые разрывы. Ну, то есть проводит аналитическую деятельность и планирование. Блок казначества позволяет работать и с рублевыми суммами, и с иностранной валютой. Позволяет работать с кредитами, планировать платежи по кредитам и работать с подотчетниками. То есть практически весь блок работы с денежными средствами у нас в этом блоке присутствует. Гости, отключите, пожалуйста, микрофон, а то меня не слышно. Гости, отключите, потому что я это не делаю. Вы скажите просто, я посмотрел в улочку, я буду сейчас показать вашу. Гости, отключите, благодарю всех, кто выключил микрофоны у себя. Значит, сегодня мы рассматриваем первую конфигурацию, это ERP, управление предприятием. Хочу обратить ваше внимание на релизы, на которых мы сегодня будем смотреть. Я буду показывать сегодня на релизе, мы можем посмотреть релиз вот по этой пиктограммке. И вот мы смотрим информацию о программе, вот такая пиктограммка, и показывает, что здесь что-то есть для того, чтобы можно было посмотреть. Значит, у нас с вами релиз 2, 5, 10. Это более последний релиз. Почему важно именно на релиз обратить внимание? Потому что в разных релизах немножечко отличается компоновка экрана. То есть функционал сохраняется, все функции вам доступны, что, допустим, в более раннем релизе, что в более позднем, но немного по-другому скомпонованы по разделам какие-то функции, и может немножко отличаться, например, размещение в меню вызова. То есть где-то это отдельно справочники, которые вынесены в отдельный блок, где-то это в общем списке, те же справочники, только вынесены в общий список, а не в отдельный блок. Итак, значит, меню казначейства у нас располагается в ERP, вот в этом подрастеле. Но если вы планируете работать под меню казначейства, то необходимо первоначально выполнить некоторые настройки для того, чтобы программа активировала возможность работы с этим блоком. Я напоминаю, что, допустим, в бухгалтерии у нас весь функционал, который присутствует, мы видим сразу, а в конфигурациях ERP, допустим, управления холдингом, нам нужно сначала проставить чекбоксы, то есть такие сложочки, о том, что мы будем с вами использовать этот блок. Обычно все такие настройки делаются через меню инсы и администрирования, и, как вы видите, здесь у нас есть блок казначейства и взаиморасчеты. То есть первоначально мы в этом блоке задаем первичные настройки, которые нам позволяют в последующем уже использовать весь функционал, который предусмотрен для этого блока. То есть, видите, мы сразу проставляем, что, например, у нас, если мы выбрали, например, мультифирменный учет, то, соответственно, у нас будут несколько банков. Ну, несколько банков может быть даже и в обычной компании, которая у вас одна, они несколько, но вот этот сложок мы проставляем. Также может быть несколько касс. И дальше мы уже выбираем функционал, который хотим видеть в блоке казначейства. То есть первое, что мы будем работать с оплатой платежными картами. То есть это у нас в основном эквайлинг. Дальше мы будем использовать договора кредитов и депозитов. То есть это блок финансовых инструментов. Будем ли мы использовать международные реквизиты? Что это такое? То есть это по умолчанию у нас программа поддерживает 20-значный номер расчетного счета. То есть это российский стандарт. Если мы используем, например, работу с другими банками, с иностранными, то они работают в системе ИБАН, которая предусматривает уже 34 знака. И, соответственно, там еще и латинские буквы, которые используются в номере счета. Поэтому если мы предполагаем, что мы будем работать с валютой и с иностранными банками, мы проставляем вот тут вот такой флажок. Ну, соответственно, вот этот флажок, это значит, что у нас активируется возможность работать с валютным контролем. То есть мы, кроме платежных поручений, можем еще готовить документы, которые, например, сопровождают справка о валютных операциях, справка о подтверждающих документах. Ну, то есть документы, которые используют валютный контроль для проведения платежей с иностранными контрагентами. Использовать переводы в пути при перечислении денежных средств. Это начиная с выплаты зарплаты и, соответственно, использовать 57-й счет мы можем и в некоторых других случаях, например, при покупке валюты и так далее. То есть мы создаем, если вы уже использовали программу, ну, например, не ввели учет по этому блоку, то вы можете проставить с 1 января текущего года, и, соответственно, у вас активируется такая возможность. Еще одна очень интересная ссылочка, которую нужно посмотреть и подумать, будете ли вы ее использовать, это поддержание работы по госконтрактам. То есть если у вас есть такие договора, такие обязательства, то, соответственно, вы можете это использовать. И точно так же мы с вами сейчас посмотрели и настроили денежные средства, точно так же мы проставляем нужную информацию в планировании, и в контроле денежных средств. Здесь очень важная галочка, вот такой зеленый флажочек, это заявки на расходование денежных средств. Зачем нам нужны заявки? Это великолепный инструмент контроля. То есть на предприятии могут быть выделены люди, которые имеют право создавать заявки. Ну, например, начальники отделов или там подразделений, что нужно, например, направить человека в командировку, то есть заявка на выплату командировочных средств, заявка на оплату там какого-то счета и так далее. В этом случае в системе создается документ, заявка, и он уже визируется ответственными сотрудниками, то есть это аналог подписи, например, на счете, подпись руководителя, что да, в оплату. В крупных холдингах может быть целая система, когда прописываются маршруты, то есть по которым идет заявка. Например, сначала заявку должен утвердить начальник отдела, потом заявку должен утвердить главный бухгалтер, потом должен утвердить, например, генеральный директор или финансовый директор. Ну, то есть у каждого предприятия может быть свой маршрут и свои ответственные лица. Еще использование лимитов. То есть использование лимитов – это уже элементы планирования. И, соответственно, в этом случае мы можем использовать лимиты на расход, например, на такое-то подразделение, на такие-то нужды. У нас существует лимит, например, миллион рублей. И в этом случае программа будет отслеживать целевое расходование этих средств и контроль лимита, то есть не перебрали ли мы по этой статье. Такая же ситуация с подочетниками. То есть мы проставляем открытые, ну, во-первых, даты, во-вторых, выбираем нужные нам позиции. Настройка блока казначейства происходит и в ERP, и в управлении холдингом. То есть принцип примерно одинаковый. Мы сначала через раздел «НСИ» и «Администрирование» активируем блок и задаем те настройки, которые хотим видеть. А после этого уже мы посмотрим еще в управлении холдингом и снова вернемся к нашим слайдам. Обратите внимание, здесь на блок подотчетники выделен достаточно большой объем настроек. То есть, во-первых, статус авансовых отчетов, а во-вторых, доверенности. То есть идет учет доверенностей, по которому подотчетные лица получают какие-то ТМЦ в тех организациях, куда мы их, грубо говоря, послали. И та же история по командировкам. То есть, как и на расходование денежных средств могут быть созданы заявки на командировку. В этом случае это идет, во-первых, планирование отсутствия работника на рабочем месте, во-вторых, планирование выделения денежных средств, ну и, в-третьих, соответственно, учет доверенности, что он может что-то получать или не может получать, а только, например, имеет право рассчитаться за гостиницу, за транспортные какие-то услуги и так далее. Обратите внимание, что сервис SmartWave, в принципе, очень удобный сервис. Единственное, что сейчас в связи с санкциями тут могут быть свои сложности. И еще один момент, то есть авансовые отчеты могут иметь несколько ступеней утверждения. То есть, допустим, по статусам, когда человек подготовил вам авансовый отчет, приложил к нему все положенные документы и отдал. То есть это аналог того, что авансовый отчет подан директору или ответственному лицу на утверждение, но до момента, пока он не будет утвержден, он еще не считается принятым. То есть руководитель может не подтвердить расходы, которые произвел подотчетник. Здесь такая же система. То есть второй этап – это утверждение авансового отчета, после которого те затраты, которые в нем перечислены, уже принимаются, соответственно, к учету финансовыми службами. И еще один подраздел, который имеет отношение к казначейству – это взаиморасчеты и переоценка валютных средств. Почему переоценка валютных средств важна? Потому что здесь нам нужно выбрать, когда будет происходить переоценка курса валюты. То есть на дату оплаты и на дату, на конец месяца. Или на каждый день месяца. Возможно, вы сталкивались с тем, что банк присылает выписки, когда остаток валюте, например, там тысяча долларов, но сегодня у нас тут одних денег, завтра других и так далее. В некоторых случаях, конечно, такая оценка правомерна, но чаще всего она создает достаточно много ненужных движений по счету и занимает время и место. И, соответственно, увеличиваются обороты по счету внутри счета. Общепринятое, ну, скажем так, не то, что общепринятое, а чаще всего использующийся вариант – это когда переоценка происходит на дату оплаты и на конец месяца. Обратите внимание, что здесь есть подсказочки, которые размещены, выделены другим текстом, и есть возможность использовать еще тематические подсказки. Когда у нас в конце какого-то, ну, допустим, какого-то пункта ставится знак вопросик, это значит, что там есть тематическая подсказка, мы потом посмотрим, что это такое, когда будет более подходящее, так сказать, место. Сейчас мы с вами поговорили про первичные настройки для работы с блоком казначейства. Сейчас мы снова с вами вернемся в наши слайды и перейдем вот еще раз уже на слайдике. Это блок управления ERP. То есть то, что мы с вами сейчас смотрели, но немножко, так сказать, это уже блок не настройки, это уже блок самого казначейства. Я хочу сказать немножко про его структуру. То есть обратите внимание, здесь у нас есть как бы подразделы, то есть планирование и контроль денежных средств, работа с банком, то есть загрузки и выгрузки банка с кассой, с эквайрингом, и вот то же самое, что мы с вами смотрели, подотчетники, поскольку мы флажок в настройках поставили, взаиморасчеты мы флажки проставили, и финансовые инструменты. Что такое финансовые инструменты? Это договора с финансовыми или кредитными организациями, ну, чаще всего это банки, то есть, соответственно, это любые банковские договора, то есть кредиты, кредитные линии, допустим, овердрафты, какие-то другие операции, аккредитивные, то есть работа с любыми финансовыми документами, не касающимися обычных взаимоотношений клиенты-поставщики. В блоке ERP они у нас выделены вот таким отдельным блоком. И дальше у нас есть еще подраздел, это создание документов, то есть чтобы не рыться, не переходить сначала сюда, потом сюда, потом сюда, вынесено вот таким образом. И меню сервисы, то есть можно здесь посмотреть. А отчеты у нас вынесены вот таким образом в отдельный раздел. Мы сейчас с вами снова перейдем в ERP, то же самое мы с вами посмотрим уже, так сказать, на живом примере. Это у нас вот отчеты по казначейству, банки и так далее. То есть то, что мы с вами уже видели. В управлении холдингом этот интерфейс будет немножко по-другому. Сейчас мы с вами переходим в демо-базу управления холдингом. И обратите внимание, то есть управление холдингом у нас в принципе сначала содержит примерно те же пункты меню, что и обычное ERP, но потом у нас идет вот таким образом НСИИ и администрирование. Если мы переходим в этот блок, то есть НСИИ и администрирование – это начальная нормативно-справочная информация и администрирование. В принципе, структура этого раздела такая же, как и у ERP, но немножко шире, если можно так сказать, шире ассортимент. Больше подразделов и больше возможностей настроек. Так же, как и в ERP, здесь есть подраздел казначейства, и мы точно так же, как в ERP, задаем первичные настройки. То есть что мы будем использовать, какие блоки мы хотим видеть и активировать. Ну вот, видите, то же самое. Планирование, подотчетники, взаиморасчеты, переоценка валюты. А вот после того, как мы вот эти блоки с вами уже настроили, мы можем переходить в подраздел казначейства. И вот здесь, обратите внимание, уже совершенно по-другому построено вот это меню. То есть у нас справочники и настройки – это отдельный раздел. Точно так же отчеты у нас выведены в отдельный раздел, но ассортимент отчетов у нас дается, видите, прямо здесь. Здесь не… Сейчас переходим на демо-базу ERP. То есть не таким образом, как ERP, вот отчеты по казначейству, а развернутое меню. Снова возвращаемся в управление холдингом. И посмотрим. То есть в управлении холдингом блок казначейства имеет немножечко другую направленность, так сказать, немножко другой акцент, потому что здесь больше внимания уделено именно контролю, функциям планирования и контроля, если можно так сказать. То есть у нас здесь есть абсолютно тот же функционал, который есть и в ERP, но в управлении холдингом добавлена возможность более, если можно так сказать, подробного взаимодействия с валютным контролем и более полного, и более подробного, если можно так сказать, ассортимента документов, которые мы можем делать. То есть обратите внимание, раздел «Валютный контроль». У нас сюда вынесены справки о подтверждающих документах, вынесены справки о валютных операциях. Обратится фактически работа с подотчетниками, с экварингом идентична тому, что мы видим в ERP. Более широко развернута возможность работы по договорам и ценным бумагам. Обратите внимание, что здесь есть договора аренды, лизинга, ну и, соответственно, договора кредитов и депозитов. И дальше уже более полно развернута возможность работать с ценными бумагами и, допустим, с переуступками денежных требований. Ну, такие вот возможности. Еще одна интересная возможность – это работа взаимозачета и списание задолженности. Еще смотрите, какой момент. То есть у нас в ERP, сейчас мы переключаемся на этот блок, есть раздел «Финансовые инструменты». И здесь у нас уже идут договора кредитов, депозитов, ну, то есть уже операции по этим финансовым документам. В конфигурации управления холдингом у нас именно такого раздела, как «Финансовые инструменты» нету, потому что здесь функции точно такие же, но они немножко по-другому скомпонованы, видите. Зато есть возможность работать с централизованным казначейством. Что это такое? Это когда, например, какой-то крупный холдинг, и у вас все расчеты по этому холдингу выполняет одно подразделение. То есть, например, магазины, склады, ну, какие-то другие подразделения подают заявки на оплату в этот выделенный в отдельное подразделение центр. И уже этот центр осуществляет и оплату, и планирование, и распределение денежных средств между счетами, то есть, грубо говоря, перегонка между счетами. Ну, то есть осуществляет полностью все операции с денежным казначейством. То есть, в этом случае предполагается, скажем так, большая централизация, когда, например, несколько юрлиц у вас есть, и когда операции с денежными средствами осуществляет только одно из этих юрлиц, и только это подразделение работает с денежными средствами. Снова вернемся к нашим слайдам. И посмотрим теперь слайд по казначейству, то, что вот сейчас я вам говорила, касательно управления холдингом. То есть, вот видите, структура у нас уже другая, функционал тоже только более широкий, чем в обычной ERP. И, соответственно, рассчитан на крупные холдинги, крупные предприятия, когда есть много разных юридических лиц, и, соответственно, взаиморасчеты централизованы на какое-то конкретное подразделение, и по нему ведется и планирование, и учет. Так, теперь мы с вами немножечко снова вернемся к настройкам. То есть, вот это то, что мы уже с вами смотрели. И здесь вот циферками показано, в принципе, в каком порядке стоит проходить. Вот эти настройки, в каком порядке их нужно выполнять. Ну, здесь достаточно интуитивный интерфейс. Уважаемые коллеги, я слышу вас, а у себя не слышу. Выключите микрофон на пути. Значит, именно с этим нужно, что последний. Вот это первый шаг, это второй, это третий. Не обязательно. Здесь можно использовать... Коллеги, я, в принципе, могу принудительно отключить, но мне бы хотелось, чтобы вы сделали это сами. Отключите, пожалуйста, свои микрофоны. Еще один момент, который я уже тоже проговаривала, когда мы с вами смотрели, это... Ну, собственно, по банкам мне еще единственное хотелось бы сказать, что, когда вы ставите отметочку, что вы работали, хотите работать с иностранными банками, у вас появляются вот такие реквизиты для работы с валютным контролем. Централизованное казначейство холдинга – это именно функция, которая у нас присутствует в управлении холдингом, то есть то, что я вам сказала уже. И вот какие функции может выполнять в этом случае при работе с управлением холдингом казначейство. То есть, как вы видите, функций здесь достаточно много, я не буду их все перечислять. Мы это с вами уже немножечко проговорили, так сказать. Но вы можете открыть либо демо-версию, либо посмотреть конфигурацию и посмотреть по ней, какие возможности она предоставляет, потому что, на самом деле, возможностей достаточно много, гораздо больше, чем у меня здесь перечислено. Здесь, так сказать, только основные, наиболее часто используемые возможности. Ну и плюс, конечно, управление холдингом имеет более наглядную отчетность. То есть, например, вот можно выводить в таком формате, как вы видите, просроченная задолженность вместе с графиком, то есть, остатки кредитов, займов. Ну, то есть, для руководителя отчетность по блоку казначейства может быть очень наглядной, несложной и, в общем-то, интуитивно понятной, когда не требуется владение какими-то специальными бухгалтерскими терминами и чем-то аналогичным. В системе ERP, то есть, не управление холдингом, а обычной ERP, есть возможность немножечко упрощенное планирование применять, если можно так сказать. Поскольку в ERP предполагается, что централизация происходит на уровне, ну, например, там финансового отдела, то есть, не холдинга, а, ну, может быть, более мелкая, более маленькая организация, которая имеет, например, несколько юрлиц, но не имеет масштабов, там, каких-то больших холдингов. То есть, в этом случае можно упрощенное планирование использовать и применять или не применять заявки на расходование денежных средств. то есть, мы можем, например, составить график платежей, например, по какому-то договору. Мы заключили договор там на поставку какой-то продукции и по нему составляем заявки на график платежей, когда мы должны вносить какие-то предоплаты или, наоборот, оплаты по факту. В этом случае договор и этот график платежей может использоваться как в качестве планирования расходов денежных средств. Соответственно, в этом случае, когда мы применяем упрощенное планирование, мы можем не работать с платежным календарем, мы можем работать только с платежными документами, с заявками на расходование денежных средств и работать с этими заявками из журнала. Но у нас есть возможность в блоке казначейства использовать еще один великолепный механизм. Это платежный календарь. Вот я вам сейчас показываю слайдик с видом платежного календаря. Сейчас мы с вами снова переключимся на базу ERP. И я вам хочу показать вот это же самое, только уже, так сказать, в живом виде. То есть фактически... Вот мы переключаемся с вами к казначейству, и вот у нас платежный календарь. То есть в платежном календаре это фактически рабочее место. Ну, чаще всего это казначея, конечно, но это отдельное рабочее место, которое позволяет автоматизировать очень многие телодвижения, если можно так выразиться. То есть на самом деле это показывает и все расчетные счета, которые имеются, и плановые платежи или поступления денежных средств. И здесь есть у нас возможность менять интерфейс. Таким образом, обратите внимание, то есть вот у нас платежный календарь. Сейчас он выглядит вот таким образом. То есть здесь у нас идут банковские счета, здесь у нас идут остатки денежных средств. И здесь мы с вами видим, что нам надо заплатить и как. Но, во-первых, у нас есть возможность вот здесь вот по кнопочке «Вид» задавать разный вид того, как будет отображаться эта функция. Ну, допустим, выберем сейчас у нас стоит заявки, платежный календарь. В этом случае мы видим заявки, мы видим остатки и так далее. Если мы выбираем с вами, например, вот такой интерфейс, то у нас сейчас вот это поменяется. И в верхней части мы видим с вами, ну, фактически те же самые счета, видим те же самые остатки и видим плановые поступления или плановые платежи, которые у нас по датам распределяются. Мы можем вывести в целом по всем нашим организациям, можем выбрать какую-то конкретную одну организацию, ну, и, соответственно, либо выбрать какую-то валюту, например, рублей, либо по всем валютам сразу. В этом случае у нас валюта отражается, видите, вот здесь вот какая валюта. Ну, и та же самая история в соответствии с счетом или с конкретной кассой. То есть, если я хочу, то есть меня интересует, например, только этот банк, то я себе спокойно его выберу, остальное мне не будет мешаться на экране. А в нижней части окна будут отображаться заявки, которые у меня есть, там, например, заявки на оплату. И будет отражаться статус этой заявки. То есть оплатить заявку мы можем в том случае уже отправить ее в оплату, когда у нее статус к оплате, то есть установлен. Может быть, несколько статусов там на согласование, на оплату и так далее. То есть, видите, вот пока я вам рассказывала, все у меня все-таки сработал отбор. То есть, если я хочу какую-то конкретную кассу или банк, я здесь ставлю отмечки, и у меня, соответственно, здесь отразится только выбранный элемент. Значит, что касается наших заявок. Ну, вот я сейчас просто выбрала, что у меня здесь нет пока заявок. Сейчас посмотрим. А, в демобазе, извините, к сожалению, не внесены эти заявочки. Поэтому придется объяснять на словах. Значит, после того, как мы отобрали, например, вот по вот этому юрлицу, мы отобрали, какие у нас есть заявки на оплату в статусе к оплате. Но это еще не платежное поручение. Для того, чтобы наша заявка перешла в разряд платежного поручения, которое отправляется в банк, я должна, ну, во-первых, если у них не у всех статусы установлены, я могу статус изменить, то есть поставить к оплате. А, во-вторых, я должна нажать вот эту кнопочку и у меня вот в этом случае сформировать списание денежных средств, сформируются платежные поручения, и я смогу вывести на экран небольшой отчетик, который, в общем-то, называется «Реестр платежей». То есть у меня будет виден реестр, какие платежные поручения я хочу отправить. Обратите внимание на то, что это еще не сам клиент банк. То есть это пока подготовка документов. Но вот, например, я смотрю, что промресурс у меня минус, то есть у меня какой-то должен быть, значит, какой-то приход поступления какого-то кредита или еще чего-то. То есть откуда у меня возьмется средство? В этом случае у нас есть еще одна возможность изменить внешний вид нашего платежного календаря, извините, увлеклась и махнула мышкой немножко дальше. Значит, снова возвращаемся к демо-базе и снова возвращаемся к казначейству, к платежному календарю. И у нас есть вот такая кнопочка «Еще». По этой кнопочке мы переходим в меню «Настройки». И вот перейдя в меню «Настройки», мы можем еще уточнить, если можно так выразиться, видимость того, что у нас отражается в этом разделе. То есть в рабочем месте платежный календарь. Ну, во-первых, мы ставим возможность видеть несогласованные заявки, то есть заявки, которые еще не перешли в статус к оплате. Во-вторых, мы можем вывести видимость ожидаемых поступлений, то есть когда у нас должны быть поступления по заказам. Эти сроки задаются, когда мы создаем договор с нашим клиентом. Например, у него там 30% предоплата и 70% оплаты на момент отгрузки. То есть эти данные берутся из договоров. Возвраты денежных средств мы можем видеть. Ожидаемые поступления, которые введены вручную. То есть, например, мы знаем, что наши финансовые службы там с нашим контрагентом согласовали, что нам выделяет какой-то транш. И выделит он нам его завтра, послезавтра, через неделю. В этом случае мы можем внести руками, что мы ожидаем через неделю, ну, такое-то поступление денежных средств. Та же самая история касается списания. То есть мы разместили свой заказ и можем внести информацию, что нужны такие-то денежные средства. И точно так же организована возможность видеть работу с договорами займов, кредитов и так далее. То есть с финансовыми инструментами. Мы проставляем флажочки. И в этом случае аренда обязательно. То есть если, например, мы сдаем в аренду какие-то помещения или какой-то инвентарь, оборудование, то в этом случае мы будем видеть поступление денежных средств по таким договорам. Или если у нас, например, есть договора, по которым мы что-то взяли в аренду. И еще один интересный момент. Мы можем поставить флажок группировать по валютам. В этом случае у нас будет видимость немножко другая. То есть мы будем видеть не по юрлицам, а по валютам. Иногда это удобно, иногда это нет. Еще один удобный флажок вот здесь. Вот это скрывать нерабочие дни. То есть в нашем календаре, вот видите, у меня отражается сейчас суббота неактивная, воскресенье неактивная. Если я проставлю этот флажок, у меня их не будет отражаться. Просто не будет этих колончик. И, соответственно, будут только те колонки, которые касаются рабочих дней. Ну, естественно, я нажимаю применить и открыть. В этом случае вот у меня здесь немножко изменились данные. И, соответственно, появились дополнительные строки, дополнительная информация. Еще один интересный момент – это группировки по счету. То есть платежный календарь у нас, в принципе, что в управлении холдингом, что в ERP. Ну, принцип как бы работы одинаковый. Значит, здесь у меня есть возможность вот свернуть все окна, так как у меня сейчас, или наоборот развернуть все окна. Тогда у меня по каждому расчетному счету будет вот конкретно разложено поступление, списание и так далее. Я могу какие-то отдельные счета ручками закрыть, а могу и все вместе закрыть и открывать уже только по мере необходимости, когда меня интересует какой-то конкретный банк, конкретного юрлица. И вот видите, допустим, по этому конкретному банку у меня вот есть по договору какое-то обязательство. Я могу зайти в этот договор, посмотреть, что же это у меня такое было. И, собственно говоря, если это все в порядке, если я согласна с тем, что у меня заполнено по договору и попало в график, то в этом случае я нажму, допустим, «К оплате» и «Сформировать списание денежных средств». Вот после того, как я формирую, сформировать списание денежных средств, то есть я практически создаю платежные документы, то есть платежные поручения или реестры для банков. Вот видите, у меня открылась позиция, которая по договору подлежит оплате. То есть я могу проверить, могу изменить какие-то детали и так далее. Но смысл в том, что после того, как я сформировала платежные поручения, я попадаю в меню «Банк». То есть меню «Банк» – это практически работа с клиент-банком, то есть списание и загрузка денежных документов. Сейчас оно у нас откроется, и мы с вами посмотрим. То есть фактически я уже буду избавлена от того, что я буду формировать отдельно каждое платежное поручение, отдельно там каждый документ, они у меня сюда попадут уже из платежного календаря автоматически после нажатия вот этой кнопки. И вот это у меня уже конкретно, видите, раздел, который позволяет работать с клиент-банком. То есть выгрузка и загрузка платежей. Я выбираю то, что мне надо. Ну, например, если у меня идет загрузка выписки, вот я выбираю загрузку выписки. В этом случае у меня по соответствующему, что я выбираю, какой банк я выбираю, например, ну вот так вот мы сделаем, потому что здесь есть файл. В этом случае у меня программа подтягивает файлик, который выгружен из клиент-банка, и я уже могу с ним дальше работать. Соответственно, я в этом случае уже вижу, какие он у меня подтянул документы и что провелось или не провелось. И здесь есть еще одна очень удобная фишечка. То есть смотрите, например, я не глядя, щелкнула какой-то конкретный файлик выгрузки из клиент-банка. У меня здесь отобразилась выписка. Я проставила вот такие флажочки, то есть что у меня автоматические документы проводятся. Или создаются еще контрагенты, если их не было в программе, а в выписке кто-то, например, незнакомый заплатил вам миллион. Но в этом случае возникает закономерный вопрос. Если в выписке много документов, как проследить? Провелось все, что надо или что-то не провелось, в этом случае есть возможность сравнить документы по банковской выписке и то, что у нас загрузилась система. То есть программа в этом случае сравнивает с файликом, из которого мы производим загрузку, с тем, что попало в программу. И обратите внимание, здесь еще есть блок 1С Директ Банк. Что это такое? Это, в принципе, вот на данном этапе очень интересный инструмент. Почему я говорю на данном этапе? Потому что сейчас у нас с вами действуют санкции и бывают ситуации, когда требуется срочное принятие решения. Если вы, например, получили требование от налоговой инспекции, которое надо оплатить в определенный срок, то здесь счет идет уже на дни. И, соответственно, при обычной работе с клиент-банком у нас что происходит? Мы формируем в программе файл выгрузки, выгружаем его в какое-то конкретное место и уже после этого запускаем клиент-банк и клиент-банк подтягивает файлик вот из этого места в программу банка. И, соответственно, дальше происходит обработка банком и выдается нам выписка о том, что проведено банком или, наоборот, отказ и тоже в зависимости от того, какая у нас приключилась операция. А есть система 1С-директ-банк. Обратите внимание, это доработка, это сервис отдельный, который позволяет работать напрямую с клиент-банком, то есть минуя этап вот этой выгрузки промежуточного файла и потом загрузки этого промежуточного файла в банковскую систему. То есть сервис 1С-директ-банк позволяет напрямую из 1С выгружать или принимать документы с банковской системой. Соответственно, если вы хотите подробнее посмотреть, что это такое, вот перейдя по такой ссылочке, вот видите, синим текстом, можно подробно посмотреть. Сейчас достаточно много банков работают с сервисом Директ-банк, и можно прямо из программы, прямо из вот этого раздела подключить такой сервис. Этот сервис почему очень удобен, потому что он позволяет, во-первых, сократить время на обмен файлами, а во-вторых, более оперативно реагировать на какие-то изменения, ну там банк прислал, например, что у вас блокировка по счету или еще что-то в этом роде. То есть в этом случае вы быстрее сможете среагировать и, соответственно, не потерять время. Значит, это как бы, ну, внешние контакты казначейства с банками. Что еще может быть в казначействе такого интересного, что облегчает жизнь рядовому главу, если можно так сказать, и, соответственно, компании. То есть вот видите, мы с вами вернулись в меню безналичные платежи, то есть перед этим мы с вами заходили по ссылке загрузка выписки или, ну, выгрузка документов в банк. Это мы вернулись с вами в журнал операции. То есть видите, здесь у меня перечислены, ну, например, вот пусть это была выписка за какой-то день. Я вижу, что у меня пришло, что у меня списалось и, соответственно, вот результаты и кто автор этого безобразия. То есть вот у меня, например, оператор Орлов, и вот, значит, это он мне произвел загрузку вот выписки. Но кроме того, что я вижу здесь еще, видите, остатки на начало, поступления, обороты. Ну, то есть я вижу информацию по счету. Здесь есть еще вот такая замечательная ссылочка сверхвыписок. Это как раз то, о чем я вам говорила, когда программа напрямую корреспондирует либо с банком, либо с файлом, который выгрузил банк. И проверяет, что у нас по этому файлику и что у нас попало или не попало в программу. Эта функция очень удобна, потому что позволяет, на самом деле, быстро отследить, что, например, из банка какая-то операция выгрузилась, но в 1С-ку она не провелась по какой-либо причине. Ну, либо нет каких-то данных, либо нет контрагента или контрагент неправильно написан. То есть, видите, вот внешний вид вот этого отчета тоже можно менять через настройки. То есть это как большой конструктор лего. Но смысл того, что вот это данные, которые у нас были в программе, а вот здесь вот у нас отображаются данные, которые были в файлике, которые из клиент банка пришел. И если у них есть расхождение, то мы их здесь, соответственно, увидим и сразу можем перейти в конкретную сумму. То есть нашли, что у нас расходится, сразу в нее провалились и посмотрели, откуда ноги растут. То есть либо банк указан неправильно, либо БИК, либо еще какие-то технические, может быть, произошли сбои. Ну, то есть можно быстро просмотреть и подкорректировать. Это, в общем-то, очень удобная функция. Ну, и опять же, она может быть по одному счету, может быть, по всем счетам и так далее. Это у нас с вами был раздел платежей. Сейчас мы снова с вами вернемся в нашу теоретическую базу, к нашим слайдикам. И еще хотелось бы проговорить немножечко про валютный контроль. То есть валютный контроль у нас более, так сказать, полно представлен в конфигурации Ерпюха. Я уже про это говорила, но сейчас мы с вами еще немножко поподробнее это посмотрим. Соответственно, здесь идет упор на то, что отличия задаются на уровне договоров. То есть у нас могут быть договора с контрагентом, не резидентом. Это определенный код валютной операции. Может быть договор с резидентом. Ну, то есть вариации. То есть кодировка валютного контроля здесь представлена достаточно широко. И самое основное – это формирование справок о подтверждающих документах. То есть раньше, если вы помните таких документов, например, в бухгалтерии, в Одинэске, не было, потому что у каждого банка для валютного контроля, то есть смысл одинаковый, что все банки должны, например, для всех банков требуется создание документа, справка о подтверждающих документах или справка о валютных операциях. Но формы этих справок у каждого банка были индивидуальные. Здесь, в общем-то, реализована функция того, что они унифицированы, и можно из программы формировать эти документы. То есть в некоторых случаях такие документы можно было формировать только в системе клиент-банк и уже по форме конкретного банка, с которым вы работаете. Ну, например, у Альфа-банка форма справки о подтверждающих документах одна, у ВТБ форма другая. Допустим, с ВТБ есть обмен унифицированной формы банка, а, например, с какими-нибудь там более экзотичными банками ну, таких форм нету. Вот в ЕРП управление холдингом такая возможность предусмотрена. Вот у нас холдинг, казначейство, и вот у нас валютный контроль. Если мы переходим в справку о подтверждающих документах, то у нас формируется сам документ. По кнопочке «Создать» мы формируем нужный документ и, соответственно, у нас этот документ уже может быть также включен в разделе казначейства, может быть выгружен в, допустим, если вы в Директ-банке работаете напрямую в банк, и, соответственно, в него подтянутся все сведения об этом контрагенте, о паспорте сделки, ну, то есть вся информация, которая раньше указывалась уже в системе самого клиент-банка. И в бухгалтерии или там в каких-то других конфигурациях РИНС, она не отражалась. Ну, вот видите, у меня, вот, слава богу, сподобился. То есть здесь абсолютно стандартный набор реквизитов, которые мы выбираем. То есть мы выбираем банк, мы выбираем, по какой организации у нас этот документ формируется и какие подтверждающие документы. То есть, например, если у нас была ГТД, то здесь подтягивается документ, который, на основании которого этот документ создается. Код вида документа, видите, вот, собственно говоря, кодировка валютного контроля. Ну, и, соответственно, вся остальная информация подтягивается сюда. И уже не надо ввести в отдельном экселевском файлике, какой номер последний был, какая, допустим, ГТДшка туда вошла. Ну, то есть очень удобный, комфортный получился раздел. Снова возвращаемся в казначейство. И снова смотрим. То есть по валютному контролю у нас есть сведения о валютных операциях. Соответственно, это, есть ли наши платежи и так далее. И плюс ко всему у нас есть возможность здесь же делать документ паспорт сделки. То есть паспорта сделки, точно так же, как и другие валютные документы, у нас были для каждого банка, ну, немножко разная форма. Смысл информации, форма предоставления этой информации, она одинаковая, а вот банки чуть-чуть у каждого банка отличались. Сейчас у нас есть возможность здесь уже делать, допустим, паспорт, документ паспорт сделки. Снова переключаемся к нашим слайдикам. Вот. И что еще хочу показать, это, собственно говоря, вот такая справочка. Сейчас немножко масштаб увеличу, чтобы было более видно. вот. То есть это у нас с вами управление холдингом, и управление холдингом у нас, в общем-то, вот позволяет делать основные операции, которые перечислены, то есть детализацию, с настройками, сейчас мы переключимся к саму конфигурацию ERP, управление холдингом. И, собственно говоря, что я хотела бы показать, это то, что у нас здесь есть, видите, очень большой блок отчетов, который мы можем получить из подраздела казначейства. То есть мы можем вывести, видите, и информацию по свопам, и какие-то уже более такие специализированные документы. Но, повторюсь, блок казначейства, который мы видим в управлении холдингом, предназначен для более централизованных, крупных платежных центров, когда осуществляется планирование и платеж по всему холдингу, по разным юридическим лицам, ну, то есть более укропненно. В ERP у нас в разделе казначейства, скажем так, немножко более домашняя ситуация. То есть в ERP это предназначено для автоматизации рабочего места специалиста, который работает по, допустим, банку-кассе. И здесь гораздо проще организована работа с валютным контролем и работа с финансовыми документами. То есть нет таких сложных процедур, как, допустим, свопы и так далее. В принципе, это можно сделать, можно добиться. Точно так же, как и во всех других конфигурациях. Если вам не хватает каких-то отчетов и еще чего-то, их можно либо сконструировать самостоятельно, либо обратиться для помощи к разработчикам, чтобы вам добавили недостающие документы. Но в управлении в ERP здесь больше расчет как бы на текущие операции, на текущее планирование. То есть чтобы не допустить кассовых разрывов, чтобы проконтролировать согласование платежей, что то, что ушло в банк, у вас утверждено руководителем, у вас утверждено, допустим, одобрено специалистами финансового блока. Ну, то есть больше контроль и оперативная работа. И еще один интересный момент, хотелось бы на нем тоже заострить ваше внимание, что несмотря на то, что заявки на расходование денежных средств, например, вы в системе проставили отметочку, что вы используете заявки на расходование денежных средств, но у вас есть какой-нибудь там банк, в котором происходит один платеж, например, это кредитная линия, и один платеж в месяц, там какой-то фиксированный, например, на ближайшие 40 лет. Вот в этом случае вы можете на самом банке установить отметочку, что именно этот банк работает без заявок на расходование денежных средств. И в этом случае вам не нужно будет по нему утверждать и согласовывать заявки. Ну, это, естественно, в каждом случае индивидуально, такие настройки вы можете сделать, можете не делать, это уже ваш личный выбор. Но, скажем так, вот такая вариативность предусмотрена. И, соответственно, отчетов тоже у нас достаточно много, как и в управлении холдингом. Но отчеты, скажем так, менее специфичные. Сейчас вот, пока она у нас откроется. То есть это больше стандартные бухгалтерские отчеты, то есть отчеты по банку, по кассам, и больше, скажем так, отчеты, которые позволяют проследить согласование платежей, например, своевременность, ну, то есть контроль, чтобы не случались кассовые разрывы, и чтобы все платежи были вовремя согласованы и теми лицами согласованы, которые имеют на это полномочия. Точно так же здесь можно устанавливать лимиты, как и в ЕРП, но, скажем так, расчет идет на предприятия, возможно, даже холдинги, но не такие, допустим, глобальные, как там, ну, не знаю, Ашана или железная дорога или еще какие-нибудь вот аналогичные монстры. То есть это расчет на более мелкие предприятия. То есть, видите, здесь у нас есть стандартные отчеты, которые мы можем из бухгалтерии получить, из других, то есть и по движению денежных средств, это контроль операций, реестры платежей и по подотчетникам. Ну, то есть, видите, ассортимент платежей, точнее, отчетов здесь у нас гораздо уже. Несмотря на то, что уже, это на самом деле очень интересный инструмент, очень интересный раздел и, соответственно, платежный календарь позволяет экономить как минимум двух-трех сотрудников на операциях, которые связаны с платежами и с планированием поступления и так далее. Ну, снова мы с вами сейчас переключимся в наши слайдики. И я снова хочу вернуться к нашему титульному листу и напомнить вам наши реквизиты и наши контакты. То есть, соответственно, телефоны, телеграм-контакты и адрес сайта. Еще раз благодарим вас за внимание. На этом наша с вами сегодняшняя встреча будет закончена. Компания Кодерлайн надеется на дальнейшее сотрудничество с вами, предлагает свои услуги и, собственно, весь спектр всего, что связано с программами семейства 1С. Будем рады дальнейшему сотрудничеству. Всего доброго. Благодарим вас за внимание и за уделенное нам время. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok